Дорогие братья и сестры, всех сердечно приветствую в этот прекрасный воскресный день, хотя часто у нас небо хмурое, но в душе у нас радость. Я хочу прочитать текст, который записан в Евангелие от Иоанна, 1 глава, 47 стих и ниже. От Иоанна, 1 глава, 47 стиха и до конца главы. Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем, вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства. Нафанаил говорит ему, почему ты знаешь меня? Иисус сказал ему в ответ, прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя. Нафанаил отвечал ему, Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев. Иисус сказал ему в ответ, ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей, увидишь больше сего. И говорит ему, истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстным и ангелов Божиих восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому. Братья и сестры, Нафанаил идет к Иисусу, потому что его позвал Филипп. Удивительно, ведь и самого Филиппа кто-то позвал, Петра позвал Андрей, да? И так далее, такая цепочка. Кто-то зовет к Иисусу, и люди приходят. И они думают, что о них никто ничего не знает. И Нафанаил идет ко Христу, и у него в душе сомнения, множество переживаний всяких. Правда ли он действительно Мессия? И его терзают смутные сомнения по этому поводу. Вообще он просто не верит, что это действительно Мессия. Но когда он соприкасается со Христом, когда он его видит, то Христос ему говорит, вот подлинный израильтянин, которым нет лукавства. И у него сразу же вопрос, откуда ты знаешь меня? И Христос говорит ему, я видел тебя под смоковницей. Что там было под смоковницей? Это такая тайна интересная, братья и сестры. Мы не знаем конкретно точно, что произошло под смоковницей. Но Нафанаил там был, и он думал, что он один там. И больше никто не видит. Одно из преданий гласит, что Нафанаил родился в Вифлееме Иудейском. Он был ровесник Иисуса Христа и родились в одно время. И вот он был там, когда пришел Ирод со своими воинами убить всех младенцев. И мать его спрятала под смоковницей. Все дети были избиты, кроме Иисуса Христа и Нафанаила, которого спрятали там под смоковницей. Эту тайну знал только он и родители. И Христос им говорит, я видел тебя под смоковницей. Я не знаю, насколько это правда. Это одно из преданий. Но, друзья, Бог видит все. И Он видит каждого человека. В самых стесненных обстоятельствах. В самых трудных переживаниях. Христос говорит, я видел тебя. Я был там рядом. Когда мы ехали сегодня утром сюда, в церковь, на машине, мне мой старший сын задает вопрос. Пап, под сколько мы едем? Это в секунду или же километры? Или же это в час? Я говорю, это в час. Он говорит, а вот столько же в секунду. Кто с такой скоростью летает? Ну, я говорю, слушай, это очень большая скорость. Я не знаю даже. А ангелы с какой скоростью летают? И вот у нас такой разговор произошел. С какой же скоростью летают ангелы? А с какой скоростью летает Бог? Я ему говорю, Богу вообще не нужно летать. Потому что летает Его Слово. И оно действует везде. Оно быстрее скорости света, Его Слова. Потому что своим Словом Он сотворил абсолютно все. И в нашем представлении Бог кажется где-то там высоко-высоко. И Он небольшой такой. Но я ему говорю, сынок, Бог, Он объемлет всю вселенную. Он объемлет нашу землю. Поэтому Его присутствие безгранично. Он абсолютно везде. Поэтому Он знает все абсолютно о каждом. Когда мы с вами отдаляемся от земли, бывает это на самолете. Когда мы взлетаем в небо, земля уменьшается под нами. Все дома уменьшаются. И мы смотрим, там маленькие человечки, маленькие машинки, домики. Все маленькое. Мы людей даже потом не видим. Их нету. Они исчезают с нашего поля зрения. Глаз их не может увидеть. Удивительно, братья и сестры, что Бог видит каждого. Абсолютно каждого. И я хотел говорить, знаете, на какую тему. Христос говорит, вы увидите небеса отверстия. И ангелов Божиих, нисходящих и восходящих к своему человеческому. Вы их будете видеть, эти небеса отверстия. Братья и сестры, нам с вами на этой земле так хочется всегда видеть отверстия небеса. И нам кажется, когда же эти небеса будут всегда открыты. Наше желание, чтобы они были открыты, эти небеса. И нам кажется иногда, что вот тучи серые окружили, и небеса закрылись для нас. Когда же они откроются? Бывает период в жизни нашей, братья и сестры, даже тогда, когда светит солнце, и небо синее, но мы не чувствуем открытых небес над нами. И у нас переживания. Слышит ли меня Бог? Видит ли Он меня? Рядом ли Он со мной? Почему мне так тяжело? Почему мне даже дышать трудно? И Бог говорит, я видел тебя. Я видел тебя и раньше, и вижу тебя сейчас. Я рядом с тобой, потому что я объемлю все. Братья и сестры, вот как вы думаете, такие переживания, они касаются только лишь людей слабых в вере, которые часто унывают, переживают абсолютно всех. И сильных, и слабых, касаются эти переживания. И я думаю, знаете почему? Потому что именно в такие моменты, в такие моменты, когда нам трудно и тяжело, именно тогда открываются небеса для нас. Именно тогда мы чувствуем, что вот небо, оно близко и рядом с нами. И когда ночь темнее, тогда ярче светят звезды. Давайте вспомним отверстия небеса. Кто их видел? Ну, мне сразу на память Ветхий Завет приходит Иаков. Иаков убегает из дома отца, потому что его брат родной хочет его убить. В доме разлад он обманул своего отца. Переживания сильнейшие. И мать его снаряжает и говорит, беги. Беги к родственникам в другую землю. И вот он проходит дневной путь, ложится на землю уставший, под голову камень и засыпает. И вот тогда ему видение такое приходит. Отверстие небеса, лестница и ангелы Божии. Восходящие и нисходящие. Чудно было это явление. Но это не последнее явление, когда были небеса открыты. И он соприкасался с небожителями. Был в его жизни еще один день, когда он снова, через 20 лет, возвращался обратно в землю свою. И его родной брат встречал. У него были сильнейшие переживания, как пройдет эта встреча. И он понял, что у брата какой-то злой умысел. С ним 400 человек воинов идет навстречу к нему. Убоялся Яков. И пошел на гору. И остался один. И вот там явился ему тот, который благословил его. И послал мир. А еще мне вспоминается, братья и сестры, вспоминается диакон. Церкви первоапостольской. Вы вспоминаете, кто это? Стефан. Когда он увидел небеса отверстые и Сына Божия там? В самый тяжелый момент своей жизни, когда его побивали камнями. Он говорит, вижу небеса отверстые и Сына Божьего. Именно тогда, когда нам тяжелее всего, братья и сестры, небо нам ближе всего. И видит наш Господь с небес. Илия, пророк великий, один из сильнейших пророков в народе израильском, который совершал много знамений, много чудес. Братья и сестры, видел ли он небо отверстым? Видел. И не раз видел чудеса Божии. А испытывал ли он переживания, трудности? Испытывал ли он в своем служении такое чувство, когда он всеми оставлен и никому не нужен чувство? Вспомните, когда он взошел на гору, кормил и совершил там великое служение. Он восстановил жертвенник, который был разрушен, жертвенник Самуила, и вознес на нем во все сожжения жертву, и огонь, написано, спал с неба. И весь народ израильский сказал, Господь есть Бог, Господь есть Бог, и поклонился. Но однако же не прилепился к Богу и не стал ему служить. И вот Илья уходит в пустыню и, написано, и просит себе смерти и говорит, Господи, один я остался, и души мои ищут, и народ израильский не обратился к Тебе, и все мое служение, которым я Тебе служил, оно как будто бы, знаете, бесполезно. Те чудеса, которые творились во имя Божие, они не произвели должного эффекта. Народ израильский не обратился, и он говорит, Господи, я не хочу больше жить. Забери душу мою. Я не лучше, чем отцы мои. Полное, знаете, такое опустошение душевных сил и физически. Он больше ничего не хочет, не совершать служения, не жить на этой земле. Казалось бы, Илья, величайший пророк, сильнейший пророк. Почему так? Но пришел и в его жизни такой момент, когда он ничего не хочет, и кажется, небо закрыто, и все то служение, которое он совершал, как будто бы бесполезно. Бог его будет, вставай, Илья, подкрепляет силы его, и Илья идет к горе Синай, и там Бог ему открывается, и он говорит такие удивительные слова, ты увидишь меня, ты увидишь меня. Он говорит, сначала пойдет буря, огонь и ветер, раздирающий скалы, но не в ветре, раздирающем я. Потом будет гром и шум, но не в этом я. А потом веяние тихого ветра, и я в нем. Да, братья и сестры, нам иногда кажется, чем больше совершаем мы служений, чем больше и громогласнее оно звучит, вот в этом Господь. Но Бог говорит, а я в веянии тихого ветра. Дух Святой, знаете, он веет в тихом ветре и приходит в каждое сердце. И что удивительно, братья и сестры, вот именно в такие моменты Бог открывает нам небо, и Он открывает свои тайны, и показывает нам путь, и нас вдохновляет, и дает нам эти силы. Почему же, братья и сестры, случается так в нашей жизни, что нам кажется, что небо закрыто? Еще раз хочу сказать, братья и сестры, наверное, для того, чтобы принести славу Богу. Как бы это странно не звучало, братья и сестры, но когда мы испытываем переживания и остаемся в них верными Богу, вот здесь вот возносится удивительная слава нашему Богу. От, знаете, от духовного мира, который смотрит на нас, что мы в этих переживаниях остаемся верными Богу, и вот небо становится нам ближе, и Бог открывается нам, и наполняет нас благословениями, и утешает нас. Нам главное остаться Ему верными. Главное не потерпеть кораблекрушения в вере. Я вспоминаю дни, когда я служил в армии. Уже больше десяти лет прошло, братья и сестры, и вот когда были трудные испытания, когда я отказался взять в руки оружие, потому что я христианин, я сказал, что я не буду убивать людей и не буду брать в руки оружие. Это было твердое заявление. Хотя для всех оно казалось странным. Как? Это невозможно. В армии не принять присягу и не взять в руки оружие. Конечно же, нас пытались по-разному убедить и заставить, и угрозами, но, знаете, был такой подъем духа, настолько была твердость у нас внутри с моим братом. Он тоже был со мной, служил, и так же, как и я не взял в руки оружие. И вот, знаете, все хорошо было. И мы видели небо отверстием. Но вот настал момент в конце службы, когда, казалось, уже все успокоилось, и никто нас за это не гоняет, и не хочет нас посадить в тюрьму там за это, и все успокоилось. И настали самые тяжелые дни. Знаете, дни такого испытания внутреннего, испытания веры. И, казалось бы, небо не слышит, и молитвы до потолка, и ничего не хочется, ни Библию читать, ничего. И вот только одна молитва. Господи, вот ничего больше не хочу. Вот забери меня, как вот молился Илья. Ничего не хочу. Как выйти из этого состояния? Как увидеть небеса отверстиями? Именно так сложно нам, братья и сестры, увидеть их отверстиями. А так хочется. А только слезы, слезы застилают глаза. Но именно в эти моменты Бог особо близок к нам. И почувствовать это можно, братья и сестры, когда мы начинаем молиться и прославлять нашего Господа. Когда мы не просто плачем, когда мы не просто переживаем в своем сердце, но когда мы с вами начинаем прославлять нашего Господа в молитве, вот тогда мы, наконец-таки, видим небеса отверстиями. Хочу всех, братья и сестры, сразу, знаете, утвердить в таком уповании то, что небо на самом деле всегда отверсто для нас. Абсолютно всегда. Просто мы этого иногда не замечаем. Почему? В послании Ефесянам апостол Павел, он говорит такие слова. «И нас, мертвых, по преступлениям оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Как небо для нас, братья и сестры, может быть закрытым и не отверстием. Когда мы сами там, на небе, во Христе Иисусе, посажены, оно никак не может быть закрытым для нас. Мы там, уже и небо для нас открыто. И Христос дал вот это обетование, будете видеть небо отверстием. Это обетование для всех верующих в любое время, и тогда, когда хорошо, и тогда, когда плохо. Но, к сожалению, братья и сестры, вот открываем небо часто, мы сами в этом участвуем. И мы сами, братья и сестры, знаете как, не спешим его открывать. Не спешим. И нам кажется, что оно закрыто. Но, когда мы с вами склоняемся на колени и начинаем молиться Богу в этих переживаниях, вот тогда мы чувствуем, небо открыто. Небо открыто. 83-й Псалом. Смотрите, я прочитаю этот текст. Тут такие слова написаны. «Как вожделенное жилище Твои, Господи, сил! Истомилась душа моя, желая во дворы Господней! Сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому! И птичка находит себе жилье, и ласточка гнездо себе, где положить птенцов своих? У алтарей Твоих, Господи, сил! Царь мой и Бог мой! Блаженны живущие в доме Твоем, они непрестанно будут восхвалять Тебя. Блажен человек, которого сила в Тебе, и у которого в сердце стези направлены к Тебе. Проходя долину и плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением. Приходят от силы в силу, являются пред Богом на Сионе. Вот посмотрите, даже сама природа, да, птицы небесные, вот псалмопелец говорит, они находят себе, где положить своих птенцов? У алтарей. Почему? У алтарей Божьих, потому что там спокойней. Там не собьют их гнезда, там не разворошат их жилища, да? У алтарей Господних, они туда стремятся, там тихо, там спокойно. И вот так же наша душа, братья и сестры, она желает этого покоя, она желает утешения, она желает отверстий к небес. Это возможно, братья и сестры, в жилище Господнем, когда у человека направлено сердце к Господу. И вот тогда, проходя долину и плача, открываются источники благословения. Опять же, долина плача, братья и сестры, так суждено нам проходить. Написано в Писании, многими скорбями надлежит нам войти в Царство Небесное, да? Скорби нас постоянно сопровождают во все наши дни жизни. И переживания. Наша задача, братья и сестры, видеть обетование Божие и видеть небеса отверстыми. А они для нас отверсты, но видеть это мы можем, когда мы с вами спешим к алтарям Божьим. То есть в молитве спешим к Богу нашему и начинаем Его прославлять в молитве. Благодарить Его, хвалить Его и прославлять Его за все, что Он делал. Вот тогда, братья и сестры, открывается небо для нас. И вот тогда прославляется наш Господь. Да благословит нас Бог наш, братья и сестры, чтобы мы с вами видели небо отверстым. Чтобы, проходя долину и плача, мы открывали источники в ней благословениями и наполнялись силой Божией. И это возможно, братья и сестры. И Господь дал нам обетование. И все необходимое, чтобы мы исполнялись этой силой и видели небеса отверстные. Ему слава за все. Аминь. Помолимся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!